Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Продолжаем рассуждать о значении гражданской активности и о предстоящих выборах в районные советы депутатов, которые пройдут 13 сентября. И сегодня будем говорить об этом с членом Совета ветеранов при губернаторе Самарской области Рудольфом Галкиным. Здравствуйте, Рудольф Александрович! Добрый день! Скажите, пожалуйста, вот эти выборы в райсоветы 13 сентября имеют ли какое-то особое значение, свои особенности? В чем их уникальность даже может быть? Да, эти выборы будут необычные и для Самарской области, да я и думаю для России в целом на части территории проходит по инициативе нашего губернатора, потому что мы будем избирать местное самоуправление по-новому. Это частично пойдет по списку, частично сами кандидат самого движения. Все город разбит на округа. Насколько я знаю, 9. И в каждом, в зависимости от количества населения, вот в моем, допустим, Ленинском районе 24, 12 это самого движения. То есть количество депутатов будет значительно большим, чем на сегодняшний день. И вот эти депутаты потом будут избирать Думу, там своя ротация будет. Поэтому выборы необычны. И теперь в зависимости от количества избранных депутатов, они как бы приближаются к населению, поскольку на одного депутата будет там от 3 до 5 тысяч населения. Если на сегодняшний день где-то 30 больше, они становятся более доступными, более реально можно воздействовать и на депутата, и депутат на окружающие там, где избран. Поэтому я думаю, что вот это своеобразие, это необычность. И здесь тем более должна быть политическая и гражданская активность населения, кого мы изберем, с кем будем жить, с кем будем работать. Да, потому что потом именно из этих людей будет сформирован депутатский корпус в городскую Думу и в другие правящие там органы. Поэтому большая ответственность действительно лежит. Не просто так вот мы вот выберем в райсовет, кажется, и все. На самом деле это вот те люди, которые пойдут еще и дальше бороться за наши с вами отстаивать интересы и права. А вообще вот идет реформа местного самоуправления. Не просто так она проводится. Есть для этого, конечно, какие-то предпосылки. Значит, что-то было плохо, не так, раз реформируется. Вот сегодня в отношении власти и народа, что бы вы изменили? Что вам кажется сегодня в таком критичном состоянии? Ну, недостаточно хорошо и позитивно происходит у нас. Вы знаете, когда что-то новое внедряется или это в какой-то степени и воспоминания о прошлом. Есть с чем сравнивать, да. Так, что тут есть, что сравнивать. Примерно 10-15% населения будут категорически против любых изменений, любых реформ. Вот что бы ни предложили. Здесь речь сегодня идет о местном самоуправлении. Возьмем образование, возьмем культуру, возьмем науку. 10-15% это будет просто возражать. Половина будет безразлично происходящему. Это неправильно. Вот это в корне нужно менять настроение. Поэтому здесь главное, мне кажется, не команда сверху, а убеждение, разъяснение, работа с конкретным человеком, с работой в конкретном коллективе. Вот тогда можно увлечь, переубедить, повернуть людей, взять на свою сторону и тогда уже сообща, решать какие-то общие цели. Это был принцип моей работы, когда был руководителем здравоохранения в области работы. Легче все приказать. Иди выполняй. Человек должен понять, почему он должен это делать. А для этого по два, по четыре часа сидели, обучали главных врачей, как им нужно жить, как им нужно работать, как им нужно понимать и что им нужно делать в своих коллективах. А как вы объясните то, что вот в советское время, вот вы упомянули, явка все-таки на выборы была высокой. Как бы ходили все как на праздник, но большинство, мне кажется. Это вот как раз тем, что был приказ такой, и люди подчинялись ей. Да, безусловно, тогда больше была определенная боязнь у населения. Не будем скрывать, были годы, когда, 1937-е, там другие годы, это осталось. Потом в тот период была больше дисциплина, больше повышенная требовательность к себе, к окружению. Поэтому хорошо или плохо, но профсоюз что-то значил, уже не говоря о парткомах, которые были на предприятиях. И агитаторы, агитаторы тоже работали. Я тоже помню, был молодым человеком и тоже ходил по домам, спрашивал, агитировал, убеждал там в чем-то. Так что то прошлое, что было, не все нужно перечеркивать, а оттуда учиться, брать и приносить в сегодняшний день. А сегодня сколько, вы говорите, ходят на выборы в процентном отношении людей, которые пойдут, вот по вашим таким предположениям, вы так у нас разделили на проценты. Последние выборы показали, когда высокое было там около 70%, допустим, когда губернаторы избирали, это очень, так сказать, хорошо. А ведь доходило до того, что 25-35%, и вот эти люди избирают, а остальные пассивно, а потом начинают требовать от тех, за кого не голосовали, не избирали, чтобы они им что-то сделали. А потом удивляются, как они попали туда. Так ты разберись, за кого голосовать, за кого идти. Я, например, не воспринимаю и не понимаю, как это может человек в 18-19 лет быть депутатом. Вот где-то промелькнула в газете, что там студентка. Есть, есть, да, такие кандидаты. Вот этого я, например, не понимаю. Человек должен все-таки иметь определенный опыт работы с людьми, должен какой-то профессиональный навык иметь. Это есть молодежные организации, где они там должны работать, учиться, созревать, а потом уже идти в депутаты и работать с населением. А вот как вы лично, вот среди ваших знакомых, среди ваших знакомых, вот вы общаетесь даже вот, ну, с соседями и так далее, предвыборную ситуацию сегодня как ощущаете? Есть интерес к этим выборам или нет? Или все-таки вот такое вот лето, так-то все, ну, будут выборы? Ну, к сожалению, вы сказали, лето. Конечно, 13 сентября не очень удачный, на мой взгляд, срок. Еще все на дачах почти будут. Еще все на пароходах, все еще на дачах, все еще на огородах, все еще где-то там. Мое окружение, мои друзья, мои соседи, они пойдут на выборы. Ну, это, может быть, мой круг общения на работе, чувство долга, чувство обязанностей. Потом мы все-таки старшее поколение еще более ответственны, что ли, чем среднее, которое созревало с 90-х годов. Но есть секрет, что на выборы идут люди уже вот такого, так скажем, пожилого возраста. Уж они вот обязательно придут, проголосуют. И еще за квартиру сходят, заплатят тоже в первую очередь. Да, да, да. Да, вот там молодежь, хоть вы вот сейчас покритиковали, но мне кажется, что вот активность молодежи тоже нужно приветствовать. Ну, пусть не в выдвижении, в депутат, а в интересе к таким процессам, что возможность у них появляется. Видите, расширяется возможность. Вы знаете, я к молодежи отношусь очень положительно. И сегодня, когда начинают ее ругать, что не такая молодежь, там все не так, не так. Мне в прошлом году на день рождения подарили шикарное издание книгу о Гиппократе. И я там читаю. Это Гиппократ писал. Молодежь такая-сякая, не хочет, не думает, не делает, не учится. Я даже не поверил в начальство, вроде о Гиппократе я много знал. Он в 17-м поколении врач, ученый и врач, которого и не медики все слышали и знают. И вдруг так о молодежи высказал. И в то время, и сегодня, и я до сегодняшнего дня занимаюсь и работаю со студентами, молодежь меняется. Нормальная, хорошая молодежь. А кто же... И вот главное, поколение на поколение так сваливают на молодежь, что она не такая. А тем не менее, страна-то развивается, страна-то растет, страна полетела в космос, страна решает другие проблемы, правда? Поэтому молодежь нужно поддерживать, нужно давать. Но я о другом говорю. Вот существуют молодежные организации, любые другие. К сожалению, вот исчезла такая организация, как Комсомол. А это хорошая школа для молодежи была. И мы по комсомольским путевкам ездили. Я дважды был на Целине, на Алтай, в Казахстане. Это же ехали добровольно, с большим энтузиазмом, стояли в очередь получить эту путевку, чтобы поехать. Потом изменилась ситуация. Сегодня уже не выезжают на сельхозработы. Хорошо это или плохо, но все-таки мы там, в трудовом коллективе, лучше узнавали друг друга. И те, кто были лидеры, вот там формировались. Я вот как-то все время был бригадиром, работая на селе и на Целине. Они так и по жизни пошли, и все руководители формирования. Не так вот с улицы пришел, и сразу депутаты. Понятно, Ваша точка зрения. Хотя сегодня есть попытки возродить. Вот Тимуровское движение возрождается. Молодцы. Значит, эти отряды, которые выезжали на строительные работы, как-то они назывались. Не, ну они опять строительные отряды. Да, ну вот такого масштаба нет уже. Нет такого масштаба, но возрождение. Я еще раз говорю, что нельзя забывать и перечетить все прошлое. А что вы взяли из советского времени сегодня тогда? Что? Вот что вы перенесли из советского времени в наше, вот вы говорите. Нельзя все вычеркивать, все отрицать. Ну, то, что, о чем говорили, я об этом и говорю. Но, с другой стороны, вот вы сказали, что раньше приказывали там на выборы, такая была система, что вот давление такого некого. Сегодня бы вы, наверное, это не вернули все. Нет, это нет. Нет, я за систему убеждения, разъяснения и обращения в свою веру того, с кем я работаю, чтобы он выполнял. Вот в рамках этой реформы местного самоправления сегодня создано очень много общественных советов микрорайонов. И они действительно развели такую активную, я бы сказала, даже бурную деятельность. Потому что то, что происходит во дворах, стремление там починить, там приукрасить, благоустроить, это есть. Люди пользуются моментом вот под это вот, под предвыборное такое настроение, активизацию, они очень хорошо действуют. Давайте сейчас посмотрим сюжет как раз вот про работу этих советов и дальше будем разговаривать. Комфортные условия в подарок за неравнодушие. В поселке Красная Глинка дома тех, кто активно ходит на выборы, приводят в порядок. В прошлом году на избирательные участки явились более половины жителей улицы Пятый квартал. Подсюгивает, сейчас прям даже мы поем. Мы поем от того, что нам сделают даже без капитального ремонта, нам отремонтируют дома. Как же это не радостно? Радостно. И все довольны, все-таки это трудоемкая работа. И надо обязательно голосовать, видите, какая, а может мы еще в какую-нибудь программу попадем. Все, может быть. В первом и втором домах по улице Пятый квартал вскоре поменяют окна в подъездах. А вот в домах номер 3 и 4 работы уже начались. Здесь заделывают межпанельные швы. Через пространство между плитами в квартиру может попасть дождевая вода. Да и тепло в доме сохранится ненадолго. Создавать уют внутри начинают снаружи. Сначала межпанельные швы заделывают монтажной пеной, а потом покрывают специальным раствором, который и защитит квартиры жителей от дождя и холода. Дома в поселке Красная Глинка стоят в плане на капитальный ремонт только на 2023-2024 годы. Обновлять здесь будут лишь кровли. Своими силами на любые другие работы жильцы средства собрать не могут. Проводить отдельные виды ремонта в домах, жители которых активно участвовали в выборах, в прошлом году предложили представители управляющих компаний региона. В этом году в Самаре планируют обновить более 200 домов. 9 из них в Красноглинском районе. Попал и прибрежный, и вот попала Красная Глинка. ТСЖ 5 квартал, Мехзавод. Крутые ключи попали, два дома. Ремонт от моста к укреплению грунта вокруг дома. В поселке говорят, достойное вознаграждение за хорошую явку – повод активнее участвовать в жизни города. После того, как объясняем, что на самом деле к домам выделили даже деньги после выборов, народ уже начинает даже узнавать, а как, а что, как это все будет отслеживаться. Выборы в районные советы депутатов пройдут в Самаре 13 сентября. Поощрять активную гражданскую позицию жителей продолжат и далее. Список домов, где проведут внеплановый ремонт, может пополниться новыми адресами. Люди будут ближе к жителям своего района, будут работать на местах. Вот такой результат вот этих вот выборов местных будет. Знаете, что хотелось узнать? Вот как правильно выбрать, какому кандидату лично вы отдадите предпочтение? Вы сказали, что вот половина идет как самодвиженцы, половина по спискам партии и так далее. А вот как выбрать, во-первых, по спискам ли или, может быть, самовыдвиженцам отдать предпочтение? На что обращать внимание при выборе кандидата? Потому что тут можно запутаться. Депутатов много, кандидатов вернее. Списков много, партий много. Ну, во-первых, я считаю, что я бы выбрал того, кто живет в этом районе. Так, с этого начинать. Я бы с первого так сориентировался. Прежде всего, кто живет в этом районе. Это раз. Второе, все-таки его профессиональный опыт до этого, чем он занимался. У нас уже безработные хотят стать депутатами идут. Ну, да, надо чем-то заниматься им, раз у них работа нет. Ну, надо что-то показать, заниматься. А то он хочет, думая, что там это авторитет, это деньги. То есть на безработных лучше не ориентироваться. Если он не может найти работу, что он может сделать тогда? Что он может сделать, это безусловно. Поэтому вот это его гражданская позиция, его профессиональное умение, это предыдущий какой-то опыт. Я бы на этом. Ну, а с другой стороны, ведь есть люди по списку, которые там разные партии могут выдвигать, да? Все-таки его уже должна быть известна гражданская позиция. Не кого-то мы, а его граждане. Что он сделал о нем? На это ориентироваться? Где он все-таки проявил себя? И что он хочет предложить в своей программе для конкретного района? Я бы вот так посоветовал, вот так буду ориентироваться и сам по себе. Да. А вообще вот еще есть такая позиция, что вот даже люди не ходят на выборы, ну, меньше стали ходить по причине такого недоверия к власти. Вот вроде выбирали, выбирали, а вот что-то не оправдывается доверие. Ну, зачем вот ходить лишний раз еще опять кого-то выбирать, кто опять ничего не сделает? Вот это как перелонить. Вот такую ситуацию. Потому что тоже вот, не то, что пассивные, а вот действительно люди не из-за того, что вот я не хочу лень мне, а вот не хочу, потому что не доверяю. А перебород, мне кажется, здесь тоже не надо многого придумать. Вот если я люблю свою семью, люблю членов своей семьи, я хочу, чтобы они жили в хорошем доме, чтобы они жили в спокойном районе, то я пойду на выборы. Вот здесь своя личная позиция, понимаете? Это должна быть гражданская активность. А если тебе безразлично близкие, окружающие, вот тогда и сиди, лежи, но потом не стани, не ходи и не пищи. А вот я и пойду и буду уговаривать других, считаю, и нужно это сделать, чтобы вот именно для моей семьи, для моих соседей, для моих друзей, чтобы можно было спокойно общаться, выходить на улицу, можно было, где вот вы показали эпизод, посидеть, поговорить, чтобы окритиковать. Мне, например, команда на сегодняшний день, губернатор, нравится. Я открыто это говорю, не стесняюсь. Безусловно, есть определенные моменты, которые можно критиковать, можно высказывать. К счастью, он умеет слушать, не только слушать и услышать, не только смотреть, а увидеть. Это четко прослеживается. Поэтому те критика, на которые вот эта большая компания по объединению вузов, была я вот так с удивлением наблюдал. Или люди здесь что-то лукавят, или что-то какую-то вот тайную мысль там все-таки имеют слух, не говорят. Но как можно сопротивляться объединению вузов, когда создается большой конгломерат умений, знаний? Вот в свое время я приведу такой пример. В 1987 году, вступив в должность руководителя здравоохранения области, мы стали... Раньше родильный дом был самостоятельное лечебное учреждение. Мы, это было, на мой взгляд, и потом это подтвердила жизнь ошибка, он должен быть в составе крупного лечебного учреждения. Потому что окулиста нет, лор-врача в родильном доме нет, аллерголога нет, того нет, третьего нет. И это нужно каждый раз договариваться, приглашать. А когда все это в одном, никаких вопросов нет. Нужно вызвать того, того, третьего, десятого. Мы это в свое время сделали. Потом другие стали соображать там, делать. Областная больница, тогда Калинин, теперь имени Середавина. Областное здание клинической больницы стояло рядом, родильный дом и закончилось строительство детской больницы. Одни хотели, чтобы эта детская больница была вот чисто Кировского района, города. Ну, нет такого. Вот здесь лечебные учреждения должны быть регионального подчинения. Потому что тут развивать один таракально, другой на уровне области можно. Мы взяли и объединили. Было три главных врачей, стал один главный врач. Было три бухгалтерии, стала одна бухгалтерия. И вот так все. И экономия, и средства, и мобильность. Тяжело кому? Середавина была тогда главного врачу вот это объединение. Но все-то поняли целесообразность, необходимость. Я помню такой случай, когда в кабинете обсуждали перевод из больницы имени Пирогова токсикологического отделения и стоматологического детского отделения в областную больницу. Опять же, объединить, сделать. Врачи сопротивлялись. Им, видите ли, ездить далеко туда, в больницу. В кабинете сидим, обсуждаем, как вот. В это время кто-то входил, выходил. И вдруг звонок из Министерства здравоохранения. Ты что там делаешь? Какую реорганизацию? Ты что придумал? Ты что разрушаешь? Люди недовольны. Сейчас выйдут, кто 30 лет. Я тогда сказал, все, совещание закончено, решение будет принято так, как наметили, все. Через месяц приехал туда, в больницу. Новые условия. Врачи, что вы шумели? Ну, мы же не знали, что так будет хорошо. Вот это логика. Понятно. Вот здесь нужно и убеждение, но иногда и принуждение, потому что человек просто не понимает. Ты что шумел? Ты что был? Чем недоволен? Настраивал других там. Видите, звонок в министерство уже там раздался, что тут что-то разрушает. А когда они до сих пор сидят, работают, все довольны, все нормально. Также недавно было, уже где-то года 3-4 там, детскую хирургию переводили из больницы. Тоже был. Но сегодня-то все поняли, что это скресообразно, что это необходимо, что это нужно в условиях большого конгломерата, где и оборудование, где и специалисты других, другой квалификации, другой специальности, но работают-то на одних, на детей. А то ведь у нас чаще делают тому, кто кричит, кто шумит, а ребенок молчит. И они всегда никому не нужны, как бы. А о них тоже нужно думать и заботиться. Да, конечно. Ну давайте все-таки к небольшим конгломератам, к районным администрациям, которые сегодня получат больше полномочий и даже финансы получат через какое-то время. Ведь в советское время тоже были районы администрации, у которых были полномочия и деньги и так далее. Вот можно ли сравнивать те районы администрации, у которых были полномочия, с теми, которые будут сегодня? Или разница все-таки будет? Разница будет, на мой взгляд, все-таки раньше какое-то крупное предприятие, входящее в район, оно могло само решать, потому что коллективы, оно было государственным предприятием, и выделяли средства, и всегда вешали на крупные заводы, там предприятия, асфальт, детский садик, там то, третье, десятое. Это было сегодня, это сложнее и труднее, как мне кажется, потому что все вот эти промышленные предприятия, они уже... А как выкручиваться, какие выходы искать тогда вот на местах, чтобы и район, вот как вы говорите, чтобы хорошая обстановка была там и во дворе, и так далее, чтобы семье... Во-первых, руководители этих предприятий тоже нужно привлекать в каборту этих депутатов, чтобы они... Чтобы туда, вот по спискам-то, вот этих людей нужно туда привлекать. Вот за них можно голосовать тогда? За них нужно, им нужно голосовать за них, потому что невольно он уже тут смотрит, видит, и как решать. Ну, наверное, другие какие-то пути нужно находить. Ну, это неоднозначно, перенести опыт прошлого в настоящее. Ну, время другое, да. Ну, если раньше с промышленными предприятиями сотрудничать, сегодня можно бизнес... Но без выходных ситуаций не бывает, их нужно просто искать, находить и думать, думать и думать. А если сидеть и просто ворчать, это плохо, это не так, то не так. Мы часто еще не знаем, как действовать. Вот, кроме того, что ходить на выборы, проявление гражданской такой активности, позиции, еще можно вот как о себе заявлять сегодня, как делать шаги к тому, чтобы улучшить все-таки ситуацию, на ваш взгляд? Как свою активность гражданскую еще можно проявить? Ну, для этого местное самоуправление, мы сказали, образуется, что люди, депутаты будут ближе к населению. И население здесь, да тем более, если он живет на этой территории, так он и должен отчитываться, и должны приглашать его для решения той конкретной задачи. Вот сегодня ведь тоже в газетах пишут и так далее, берут средства на ремонт зданий. И вы, наверное, сейчас платите, да? А, капитальный ремонт вы имеете в виду. Капитальный ремонт. Куда эти уходят деньги, никто и толком не знает. И вот здесь нужно местному самоуправлению-то и разобраться, и решить вместе с жильцами. Ведь разные пути могут быть. И здесь должна быть гласность, открытость, чтобы население знало, на что я выделяю ежемесячно 700 рублей, допустим, я плачу с квартиру. А это тоже один из рычагов, тоже один из... Вы верны своим принципам все-таки разъяснять, объяснять. Обязательно, только так. И только так тогда вот люди не приказывать, вот платите, да? У нас, вот как говорят, закон у нас есть, и вы все равно обязаны платить. Когда вот на вас оказывает давление, ведь эта пружина сжимается, она... Да, противодействует. ...противодействует. Такое, ты что на меня? Меня сжимаешь, и я пытаюсь. А если разъяснить, убедить, убедить и показать на примере другого где-то что-то... Ну, вы сами взносы за капитальный ремонт пока платите или ждете, или пока противодействуете? Ну, я законопослушный из Старой Гвардии, конечно, плачу. Но я тоже над этим задумываюсь, и когда люди возмущаются, я тоже... Потому что даже вот некоторые предвыборные партии, компании взяли лозунгом, что вот давайте не будем даже разбираться, за что мы действительно платим, а может и не платить. Да легче всего не будем. Давайте разберемся, давайте, чтобы эти деньги шли действительно, и покажем, что вот этот дом отремонтирован. Почему по телевидению не показать, вот где-то сделали, да? Ну, показывать-то, наверное, показывают. Нет, ну, видимо, чтобы доходило, чтобы доходило, не просто вот они уже полтора-два года мы собираем, но где-то что-то ведь сделано, я не верю, чтобы нигде ничего не сделано. Где-то сделано, покажите, расскажите, напечатайте, покажите, организуйте экскурсию, что вот да, вот было так, стало так, сделали. Но вообще вы оптимистично относитесь вот к проведению этой реформы местного самоуправления? Вам кажется, что эффект и результат будет? Или опять же вот начнутся какие-то вот, опять же, как вот какое-то новое дело начинается? Любое новое дело можно испортить, если пустить по инерции безинициативно. Если будет инициатива, если это будет желание, если это дойдет до большинства населения, то будет, безусловно, эта реформа эффективной. Если же спустить, лозунг объявили, проголосовали, вышли, а результатов не будет. Поэтому здесь очень многое зависит от того, сколько людей выйдет на выборы, кого изберут, чтобы можно было, и спрашивать. Нужно здесь прийти, проголосовать, проявить свою заинтересованность, а не быть безучастным и думать, а как там, что, чего, и свалить все потом на кого-то. А уж если я принял участие, раз уж я решил, так я и буду по-другому относиться. Вот ключевое слово у вас прозвучало. Инициатива. Проявить инициативу свою. Проявить инициативу, да. Пойти, проголосовать, разобраться за кого, сделать свой выбор. И дальше уже с той же инициативой отстаивать, опять же, свою позицию. Я вас выбрал, вот, пожалуйста, мне тоже вот результат. Спасибо большое за то, что пришли, за этот разговор о предстоящей и проходящей реформе. Будем надеяться все-таки, что люди прислушаются к вашему мнению, опытного профессионала, не только вот в этой сфере, но еще и медика замечательного. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания.